В Самару прибыла чудотворная святыня, икона Казанской Божьей Матери. Она считается одной из самых почитаемых у православных верующих и покровительствует сражающимся воинам. В течение двух дней доступ к святыне будет возможен в Софийском соборе. По благословению предстоятеля Русской Православной Церкви, икона XVI века посещает десятки городов России в рамках начавшегося 6 мая в Москве общероссийского крестного хода, который является частью Всероссийского молебна о победе. В числе первых прихожан был и в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Доступ к святыне будет возможен два дня – 25 июня с 8.30 до 20.00, 26 июня с 8 часов до 18.30. 1 миллион рублей вместо 800 тысяч в Самарской области по поручению в Рио губернатора Вячеслава Федорищева началась работа по увеличению суммарной единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Напомним, глава региона также поручил усилить меры поддержки семей военнослужащих. «Мы примем решение и доведем до наших жителей», – отметил руководитель области. В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с заместителем генерального прокурора России Николаем Шишкиным. Обсудили задачи, стоящие перед регионом. Прокуратура защищает интересы людей по самым разным вопросам – от сферы ЖКХ и транспорта до соблюдения трудового законодательства, – сообщил глава региона в своем телеграм-канале. Руководитель области подчеркнул, что отдельное направление их общей работы – борьба с коррупцией и их позиции по всем вопросам остаются жесткой и бескомпромиссной. В этом году 86 работодателей Самарской области получили компенсации за трудоустройство 502 сотрудников по программе субсидирования найма. Сумма выплат составит выше 17 миллионов рублей. В рамках этой программы фонд компенсирует предприятиям и организациям часть затрат на заработную плату новых сотрудников. Получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, принявшие на работу граждан, официально признанных безработными, работников, которые находятся под резком увольнения, молодежь до 30 лет, ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции, членов семей погибших в ходе СВО военнослужащих, беженцев с Украины. Правительство создаст удостоверение единого образца для многодетных семей в бумажном и в электронном формате. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации. Так, с инициативой о создании удостоверения выступила зампредседателя Верхней Палаты парламента Инна Светенко. Люди жалуются, что путешествуя с детьми или переезжая на новое место жительства, не могут воспользоваться статусом многодетных в другом регионе. Многодетные семьи смогут предъявлять указанный документ не только в повседневной жизни, но и в соцорганизациях. Стало известно, как мошенники обманывают россиян через Википедию. Аферисты звонят известным клиентам банка и представляются администраторами онлайн-энциклопедии. Они предлагают жертве отредактировать свою биографию на информационном ресурсе с помощью специального мобильного приложения. Эта программа для смартфона может дать доступ к управлению смартфоном клиента или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из СМС, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы. Впервые в истории на Землю доставили образцы грунта с обратной стороны Луны. Ученые отметили, что в рамках миссии удалось доставить образцы грунта возрастом около 4 миллиардов лет. Кроме того, китайская лунная программа предусматривает исследование Южного полюса Луны и комплексное зондирование лунного рельефа. Также проведение испытаний ряда технологий, в том числе использование 3D-печати для строительства зданий на Луне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова